Вы уступали за развитие накопительной пенсионной системы. Ваша позиция остается неизменной? Да, я считаю, что накопительная система – это необходимый элемент нашей пенсионной системы. То есть в тех условиях демографических, в которых мы находимся, это придает и устойчивость финансовую всей пенсионной системе. Но кроме того, пенсионные накопления являются ресурсом длинных денег для экономики, длинных денег, которые можно инвестировать в производственные проекты, в инфраструктурные проекты. Это очень важно. Сейчас принято решение по замораживанию пенсионных накоплений. Оно вынужденное, но я надеюсь, что оно будет временное, потому что, на мой взгляд, пенсионный элемент должен развиваться. А сейчас Центральный банк готовит какую-то альтернативу накопительной пенсионной системе или нет? И для чего это нужно? Нет, мы не предлагаем создавать альтернативную систему. Речь идет о том, что и накопительная система, возможно, нуждается в модернизации. Она вводилась более 10 лет назад. За это время и накопился мировой опыт развития пенсионных накопительных элементов. И финансовые рынки развиваются. Поэтому для нас очень важно посмотреть все новые тенденции, лучшие мировые практики, еще раз оценить и нашу пенсионную систему для того, чтобы она была наиболее эффективной. Мы, кстати, сделали уже достаточно большой шаг в прошлом и в этом году, когда проинвентаризировали ситуацию в государственных пенсионных фондах. И не все из них допустили в систему гарантирования, которая позволяет работать с пенсионными накоплениями. Для того, чтобы гражданам была уверенность, что на этом сегменте рынка работают действительно надежные пенсионные фонды. И у нас большое внимание уделяется и надзору за пенсионными фондами, повышению прозрачности их деятельности, корпоративного управления, профессионализма управляющих, для того, чтобы этот элемент развивался эффективным. Продолжение следует...